Те, кто снимает квартиру в Москве или Подмосковье, конечно, мечтают о собственной. Присматриваются к ценам, приглядываются к районам, дома рассматривают. Требований у тех, кто уже собрался покупать жилье немало, хочется и вид из окна, и чтобы тепло всегда было, и инфраструктура рядышком, и транспортные пути хорошие. Можно ли найти такое жилье по хорошей цене, узнаем прямо сейчас у Игоря Илюшкина, генерального директора группы компании СУ-22. Игорь, доброе утро. Доброе утро. Купить квартиру в Москве стоит немалых денег. Вы же предлагаете квартиру в ближайшем Подмосковье и по доступным ценам в Щелковском районе. Да, мы предлагаем молодой российской семье приобрести квартиру в нашем новом строящемся микрорайоне Укину-Варина по цене 1 миллион 300 тысяч рублей. Это стартовая цена однушки? Это стартовая цена однушки, да. А насколько развита инфраструктура в том районе, в котором Вы строите, в Свердловском? Мы вместе с микрорайоном строим детские сады, школы, поликлинику, ФОК. То есть мы развиваем сразу, делаем комплексную застройку, развиваем микрорайон полностью. И все это сдается практически одновременно. Уже статус поселка микрорайон приобрел, да? Микрорайон приобрел статус города, это уже практически город, да. Вот жилой комплекс Укину-Варина один из самых масштабных Ваших строительных объектов. Чем он отличается от других? Это компактное расположение городского кластера. Мы постарались предусмотреть здесь все условия для жизни человека. Помимо строительства самого микрорайона, мы предусматриваем и строительство торговых центров, и строительство развлекательных каких-то комплексов, социальных объектов, и обслуживающих объектов, медицинских центров. То есть полный комплекс. Ну, когда человек покупает квартиру в Подмосковье, ему, конечно, важно, чтобы, во-первых, была удобная транспортная развязка, потому что ехать долго никому не хочется. Ну, и, во-вторых, это, конечно, чтобы все были подключены к коммуникации. Как с этим обстоит дело у Вашего проекта? У нас решаются, получаются вопросы совместно. Федералы решают вопрос по дублеру Щелковского шоссе. Область решает, мы совместно с областью решаем вопрос по расширению Монинского шоссе, которое подходит к Лукину-Варину. Сейчас строится Чикаловский переезд, губернатор его открывал. И мы развиваем внутреннюю инфраструктуру, дорожную инфраструктуру в самом поселении. Плюс мы строим совершенно новые инженерные сооружения, и конвенционные очистные сооружения, и котельные, которые и водозаборный узел... Все будет свое? Все свое, которое будет обслуживать полностью весь город. То есть мы строим с учетом, с запасом и на город, и на расселение ветхого жилья, которое там еще осталось. И до 2015 года губернатор дал поручение, так сказать, решить этот вопрос. Скажем так, есть сроки сдачи под ключи всех объектов, чтобы можно было спокойно работать, уже заселяться, как говорится? Да, у нас в течение пяти лет мы должны построить этот микрорайон. Мы строим дома, есть такое понятие в строительстве, проект организации строительства. По КОСу дома обычно строятся порядка 12-14 месяцев. Вот мы в эти сроки примерно вписываемся. Игорь, ну что ж, приближается Новый год. Понятно, что в этом году было реализовано много, но в следующем чем будете удивлять? Хотим удивить стабильности. Мы хотим удивить честностью, порядочным. На сегодняшний день в городском поселении, мы когда туда зашли, нас воспринимали достаточно скепетически. Мы все деньги, которые зарабатываем, стараемся максимально вкладывать в развитие поселения, потому что это гражданская позиция нашего холдинга. Игорь, спасибо большое за интересный разговор, и вам удачи во всех ваших начинаниях. И, кстати, с наступающими праздниками. Спасибо. Я хочу от себя поздравить с наступающим Новым годом, пожелать счастья, здоровья. Друзья, оставайтесь с настроением, скоро увидимся.